Порывы ветра во время шквала в Омске достигали скорости 24 метров в секунду, а перед этим на город выпало рекордное для этого времени года количество осадков. Штормовое предупреждение ввели накануне вечером, а уже спустя несколько часов. Начались перебои с электричеством. Амичи в социальных сетях стали выкладывать фотографии с последствиями урагана. Он промчался по всей Сибири. Дмитрий Ковалев расскажет о разгуле стихии. Десятки сорванных дорожных знаков и пять сломанных светофоров. Самой обсуждаемой темой для Амичей стал очередной природный катаклизм. Над городом пронесся ураган. Ветром срывало кровлю с многоэтажек. На улице 10 лет октября резким порывом перевернуло автобусную остановку. Средняя скорость ветра была 20 метров в секунду. Несколько домов в Ленинском округе остались без электричества. В МЧС и единой дежурной диспетчерской службе было зафиксировано несколько обращений. В основном Амичи жаловались на обрывы электропроводов. В мэрии пока не подсчитали нанесенный ущерб. Оперативно-выездные бригады устраняют повреждения постоянно. В полной готовности находится персонал Омской электро. На данный момент осталось 12 невыполненных заявок. К вечеру сегодняшнего дня восстановится напряжение. Вечером видимость на дороге была практически нулевая. Мокрый снег шел несколько часов. А резкое ночное похолодание и осадки стали причиной массовых аварий и пробок. Всего за день зафиксировано 65 ДТП. Госавтоинспекция обращается не только к водителям, но еще и к пешеходам. Выходя на пешеходном переходе на проезжую часть, понимайте, что водитель не всегда может мгновенно остановить транспортное средство. Прежде чем начать переход проезжей части, убедитесь, что все водители вас увидели и приняли меры к остановке. Это видео снято в Новосибирске. Крышу с административного здания сорвало ранним утром. К счастью, люди еще не успели приехать на работу. В регионе из-за стихии без электричества остались больше 36 тысяч человек. Из-за аварийного отключения подстанции «Посевная» свет погас в 48 населенных пунктах. В регионе до сих пор действует режим экстренного предупреждения. В Кемерове ветер сорвало рекламные щиты и крыши зданий. Металлические листы падали рядом с тротуарами. Накануне синоптики зафиксировали в Кузбассе самый теплый день марта. В некоторых районах градусники показывали до плюс 20. Уже к вечеру сильно похолодало. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Непогода в Сибири продержится еще несколько дней. Омские синоптики пока не радуют горожан прогнозами. Над областью пройдет еще один циклон, который принесет дождь, снег и сильный шквалистый ветер. Город, кстати, уже припорошил. Дмитрий Ковалев и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.